А без работы в России сегодня остаются почти 4 миллиона человек в возрасте от 15 до 72 лет. При этом, по мнению экспертов, легче всего трудоустроиться женщинам в 30-32 года, мужчинам в 27-29 лет. Сложнее всего найти работу людям в возрасте от 51 до 59 лет. Какими навыками нужно обладать, чтобы оставаться конкурентно способным в любом возрасте в нашем следующем материале? Крикнут, а в ответ или тишина, или вал предложений поработать курьером, расклещиком объявлений или кладовщиком. 52-летняя Марина Буренкова убедилась в этом на собственном примере. Еще в 40 лет она, инженер-энергетик с 20-летним стажем, попыталась устроиться на свое первое место работы. И вдруг получила неожиданную для себя должность – уборщицы. Но через 12 лет сократили и здесь. Сегодня разговор с работодателями заканчивается на первой же минуте. Ну, говорят, что уже достаточно скоро идет пенсия, вот, что нам только досидеть, что, в принципе, отдачи никакой нет и перспективного роста быть не может, потому что, ну, еще какие-то возрастные, естественно, изменения, я имею в виду по здоровью, там, еще что-то. Но Марина не отчаивается и с положений выходит творчески. Теперь ее главный кормилец – фотоаппарат. По статистике, в возрасте 40-45 лет трудоустраиваются 70% кандидатов, 45-50 – только половина желающих. Еще сложнее в 50-60 лет. Здесь счастливый билет вытягивает только 20% претендентов из 100. Но есть сферы, где работодатели в поисках опытных сотрудников. Так, в почете зрелые няни, педагоги, юристы, системные администраторы – на них всегда могут переучиться технарии, а также врачи и фармацевты. В нашей сети, если мы говорим только о первостольниках и фармацевтах, это где-то четверть. Они, скажем так, более ответственные, более исполнительные. Для нас возраст в резюме принципиального значения не имеет. Самое главное – это образование. Не имеет значения и возраст также среди таксистов, охранников, сотрудников колл-центра. Без опыта на достойную зарплату сегодня можно устроиться с метчиком. Они в большом дефиците. Для этого нужно получить малейшее, трех- или шестимесячное образование. Если имеете опыт в продажах, рекламе СМИ, сможете найти себя в обучении персонала и консалтинге. Должности, как правило, это консультанты. Это те должности, которые требуют достаточно большого жизненного опыта. Это и руководители, но у нас есть и молодые руководители. На должность консультанта год назад сюда пригласили и Светлану Гранину. В 47 лет в ее профессиональном багаже оказались три высших образования и опыт работы маркетологом в крупных IT-компаниях. Все же кое-что в резюме Светлана предпочла скрыть. Год рождения я удалила. Я подумала, что когда я приду на собеседование, тут я уже смогу озвучить свой возраст. Но все-таки сначала я пообщаюсь, обращу внимание на себя сначала как на специалиста и как человека, а потом уже на свой возраст. Однако менеджеры по персоналу в резюме рекомендуют указывать свой возраст, а по соседству опыт работы. Можно за последние три года, но подробно прописывать ключевые навыки и достижения. Если у вас есть управленческий опыт, писать, обязательно о нем указывать, какое количество коллективов, сотрудников было в вашем подчинении. Разрабатывали какие-то бизнес-процессы, их обязательно прописывать. Вели сложные проекты, обязательно их указывать. Кстати, в последние несколько лет появилась новая тенденция. Работодатели все чаще ищут именно опытных специалистов. На них рассчитано больше 4% вакансий Москвы. Людей пенсионного возраста принимает на работу треть опрошенных компаний. Для 57% из них важна квалификация соискателя. 13% наймут зрелых кандидатов из-за дефицита кадров, а 8% из-за большого опыта. В конечном счете, кто ищет, тот всегда найдет. Анастасия Даникова, Даниил Нуждин, Деловое утро, НТВ.